Вот что интересно, да? В 2001 году американский невролог Маркус Чейн о дефольте мозга, что дефолт системы мозга заключается в том, что в ряд участков мозга человек активно работает в отсутствии внешних раздражителей и отключается, когда мозг решает очередную задачу из внешнего мира, да? А вот теперь, значит, Гордон Шульман выяснил в 1997 году, это публикация была, по-моему, что в состоянии покоя наш мозг проявляет активность в отсутствии задач из внешнего мира, да? Ну, то есть, когда вы выходите из необходимости постоянно на что-то реагировать, и постепенно мозг успокаивается, и наступает момент, когда, как бы, происходит вот этот дефолт работы мозга, пассивное состояние, которое, вот, я недавно смотрел Курпатов у Грефа там на этом форуме, рассказывал, что сейчас вообще большой бум об этом дефолте мозга, да, большой бум, вот. А отец Курпатова как раз-таки был главным редактором учебного методического пособия по медицине, там, в Санкт-Петербурге, и я с радостью читал там, что метод саморегуляции ключа является самым простым и эффективным из всех методов саморегуляции. Ну, это замечательно. Я про дефолт мозг. Дефолт мозга, ну, в нашей школе, ну, я объяснял про это. Вот две половины мозга в какой-то момент как бы функционально разъединяются, в другой момент они соединяются в каком-то направлении, да, но вот это вот состояние нулевое, когда оно разъединяется, является в моей модели работы мозга, как раз-таки переходным состоянием между обычным состоянием бодрствования, состоянием транса, когда только одна доминанта, всё регулирует, и состоянием между сном и бодрствованием, и между состоянием быстрого сна, значит, и медленного, глубокого сна для восстановления. Короче говоря, короче говоря, вот для того, чтобы во всём этом разобраться, то я вам ещё раз напоминаю, для новичков только у нас в четверг, 21 час по московскому времени, вебинар только для новичков, которые вообще не знают, что такое метод ключ, которые вообще не знают, что это лучший метод в мире, потому что по уникальности и простоте объяснений вот этих всех механизмов, и этих идеорефлекторных приёмов, которые вызывают этот дефолт работы мозга, и так далее, и так далее, в мире пока нет. И поэтому не забывайте завтра заходить с АЗОВ понять от нуля, как говорится, дальше. Наш вебинар для новичков.